Потому что власть, она неотделима от слова, нерушимости слова. Как только слово перестает быть настоящим, нерушимым, все, власть теряется. Потому что Бог и Слово, мы в прошлый раз говорили, как важно понимать, что Бог и Слово. Если мы воспринимаем Слово, мы воспринимаем Бога. Хотим Бога воспринять? Воспринимаем Слово. Как относимся к Слову, так относимся к Богу. Хотим выразить свое отношение к Богу или узнать Бога. Все, мы именем дело с Его Словом. Это мы слышали. И он говорит, Бог твой, которому ты неизменно служишь, Он спасет тебя. Знаете, эта фраза прозвучала не только в этом случае, но и в случае с Сидраха, Месаха и Авденага. И к ним тоже было бы сказано слово, Бог, которому вы неизменно служите, Он спасет вас. Он спасет нас. То есть и там, и там, одинаковость. Одинаковость Бог, которому неизменно служит. Понимаете, вот этот случай критический, когда все в жизни становится не так важно. Все, что было важным, становится не таким важным, кроме одного, чем спасение. Ничего не становится. Ну, там, золото, да, да, приобретение. Все это не так важно. Важно одно. Важно одно только стало. И вот это одно, оно у них было. Оно было благодаря тому, что они неизменно служили. Такая простая фраза, но она обращает на себя внимание. Вы знаете-ка, я не помню, с какого момента я понял одну вещь. Не могу вспомнить, когда, ну, наверное, очень давно. Как-то быстро я воспринял одну вещь. Когда я пришел к Богу, и я воспринял эту вещь. Увидел, может, на примерах других людей, в жизни других людей. Когда наблюдал, я смотрел, и я понял одну вещь. Что самое главное для меня стоит, это обретать отношения с Богом. Самое важное, это отношение с Богом. Это отношение. Отношение подразумевает влияние взаимное. Отношение всегда взаимная вещь. И, значит, если я имею отношение с Богом, Бог слышит меня, я могу влиять на Господа, и Бог может влиять на меня. Бог может услышать меня, и я могу слышать Его. Мое состояние зависит от него. Отношение, это всегда состояние в зависимость ставим. Чем ближе теснее отношение, тем более мое внутреннее состояние больше зависит. Чем человек ближе ко мне, тем больше он влияет на мое что? Внутреннее состояние. Мне проще отгородиться от внешних людей. Как бы они себя не вели, я могу там уйти, развернуться, пережить, ну, не так. Но самые близкие люди способны нанести самые серьезные тебе раны или переживания. Твое состояние может быть подвержено очень сильно от самых близких людей. И вот эта способность. То есть я понимаю, что вот это главное. Никому так больше нельзя довериться, как Бог. Если мое состояние больше всего будет зависеть от Бога, то я в хороших руках. Если нет, то будет что угодно. Ну, что и бывает с людьми. Если в ком-то другом мое будет больше отношений с кем-то другим, ближе, то мое состояние будет от этого человека зависеть, от того, что с ним будет происходить. И это может меня убить или разрушить. Мало ли что может быть с человеком. Или что человек будет с этим делать. Я понимаю, что если я начну просто угадать людям, кому-то нравится одно, другое, то что от меня останется? Потому что разные люди хотят и по-разному. Они хотят, чтобы ты такой был, другие такой был. Мнения разные. Они хотят тебя исправить, влиять, мешать за твою жизнь. Ну, как угодно. Все под видом блага. Самое большое зло всегда делается под соусом чего? Тебе на добро. Ну, больше всего. Мы же о тебе беспокоимся. И больше всего беды и зла приносятся именно под таким благовидным соусом. Я понимаю, что люди могут даже этого не осознавать. Но вред чувствую я. Поражение чувствую я. Я чувствую разрушение. Так бывает. Я давным-давно понял, что спастись от такого. Если я буду так жить, то или надо полностью от всех закрыться, ожесточиться, всех изгнать из своего сердца, никого не любить, никого не хотеть, всех держать только с цинизм. Это такой полный цинизм. Такие люди есть, их полно. Полный цинизм. Или просто я всех использую, но никого не пускаю в мое сердце. Я никого не люблю, мне на всех наплевать. Если вы один человек, я его использую. Если нет, до свидания. Если он мне неприятен и все, я избавляюсь никаких отношений. Никаких отношений. Никаких отношений. Только вот такое. Ты мне, я тебе. Все. Какие-то взаимодействия. Есть супружеские отношения такие, ты мне, я тебе. Есть на всех уровнях так. Люди просто используют друг друга. И понятно, что это не решение. Это в конце концов, это одиночество. Полное одиночество. Вообще. На самом деле ты никому не нужен и тебе никто не нужен. Но ты будешь от этого страдать. Это полное одиночество. Дорогие друзья, потому что, чтобы не быть одиноким, нужно открыть свое сердце и кому-то доверять, и кого-то допускать к себе, и общаться, и позволить на себя влиять. Я понимаю, что единственный выход, это иметь отношение с Богом. Чтобы он был главным, определяющим на твое состояние. Он главный, определяющий, как на мое самочувствие, для моего самочувствия. То есть, единственный способ не дать влиять на себя людям, как они хотят по своему произволу, это дать влиять на себя Богу. Чтобы Бог влиял на меня. Отношения. Я видел это давно, я понял, что самое главное в моей жизни христианской, это не соблюдение просто правил христианских. Это не соблюдение ритуалов, или просто пришел-ушел, просто что-то сделал, просто что-то это, все. Это религия, она позволяет, религия, она учит, что человек может иметь как бы с Богом отношение, не открывая своего сердца, не пуская Бога в свою жизнь. Отгородившись от него, и в то же время через какой-то вот портал, я тебе там что-то, а ты мне в ответ услугу. Я тебе какое-то попущение, то есть что-то уступлю с чем-то, а ты в ответ, Боже, мне через это вот как бы благословишь в чем-то. И такими вот избирательными. Вот. Но Бог-то никогда не строит так отношений. Никогда, частично так не будет. Вот по частям. Часть жизни человек доверил Богу, а остальное не вмешивайся. Я там лучше знаю. Самое главное, отношения с Богом, дорогие друзья. Потому что если я буду на человека, человек упал, и я упал. Человек пропал, и я пропал. Если мое сердце будет в человеках, я пропал. Если мое сердце будет больше в любви к людям, чем к Богу, я пропал. Я пропал. Если доверять буду людям больше, чем Богу, я пропал. Потому что в моей жизни есть много людей Которые были в моих глазах Замечательными, как ангелы Божии Но они упали Многие упали Если бы я уверовал в человека Я бы упал вместе с ними Если бы я уверовал И думал, что вот Я бы соблазнился И все, я бы вместе с ними Моя бы вера упала Но я знал, что я уверовал не в них Я через них уверовал И через них получал от Бога Что? Благодать Они мне учили Давали благоценности Но я понимал, что это от Бога На самом деле, вот когда ты строишь Самоотношение с Богом, ты понимаешь, что это не люди Это Бог тебе говорит через них Завтра человек может упасть Вернуться в мир Быть в доме блудниц, в доме алкоголиков И наркоманом Он может вернуться Бог никого на цепь не сажает Человек может решить Что он чего-то не добрал в этом мире Удовольствия и наслаждения И может вернуться И причем не важно, сколько лет он был в Боге Хоть 50 лет Знаю, с кучей случаев Это само себе не гарантирует И человек может И может я видел вещи Через человека чудеса Бог делал Я утверждался на этих вещах Я видел, что Но я видел не человека Я видел во всем Бога Понимаете, вот с чего начинается отношение с Богом Не видеть людей А Бога видеть О, какой ты целитель великий Нету великих целителей Есть людей Сосуды человеческие, которые Бог использует, чтобы исцелять Целитель только один Это Христос О, какой он там такой великий Нету великих Нету целителей Нету чудотворцев Нету Есть Бог, который Использует техники, которые дают себя Отдают свой сосуд в руки Божьи Доверяют Богу Но человек может свернуть И если бы я смотрел на людей А они были большие в авторитетах в моих глазах Я смотрел на них открыл рот Потому что я видел чудеса Божие Я видел действия Духа Святого Невероятно Я видел благодать Но люди, многие из этих людей упали Упали И они, на данный момент Есть люди, с которыми я не подам руки Встречившись Не поздороваюсь Потому что их дела Последние Они не позволяют мне этого делать Я не могу с ними общаться Я не могу их приветствовать Потому что приветствующего Что делать? Участвую Я буду поддерживать его Я не могу Хотя мне очень хочется Но я не могу Но я знал, что это Бог Я всегда видел, что это Господь Человек упал, но Бог не упал Иисус не упал Иисус не упал Не умер Никуда не делся Не изменился Понимаете? Благодать Одно из благовесланий Всегда я повторяю Буду повторять Это вот благовесланий Которая Что? Апостолам пишет Бог есть что? Свет И нет в нем никакой тьмы Нет Тени перемены Нету перемены То есть Все Он не упадет Он тебя не изменит Он тебя не предаст Он не умрет Не исчезнет Не бросит тебя Он Он Ничего с ним не делается Если ты вложил в него Свое сердце Свою душу Если доверил с ним Отношения Создал Все Ничего от Бога не изменится Человек Ну Человек Все Есть человек Какой бы он ни был хороший Он может исчезнуть Он временное Влиявление На этой земле Человек По разной причине Человеку Что-то может произойти Или он упал Или он умер Или что Если для меня Отношения с человеком Были центральными В моей жизни Мне будет очень Очень плохо Так плохо Что Это меня разрушит И мою веру И мою всю Что от меня останется Одноти Я боял давным-давно Что Вкладывать свое сердце Полностью Можно только в Бога И только в отношения С Иисусом Христом Развивать эти отношения Создавать И развивать Это самая Моя главная задача Потому что Иначе я не переживу В жизни очень много чего Путь долгий Уже больше трех десятков лет Я служил Богу И за это время И сменилось все Той церкви Где я уверовал Ее уже нету Потому что Там люди пошли За человеком И когда человек упал Дьявол написано Поражу что? Писание говорит Поражу пастыря И что? И рассеются И для тех Для кого человек был пастырем В полном смысле Они все Он упал Они соблазнились И кто пошел Бутизм Кришнаэтизм Православие Там куча Я когда устал Потом я только диву давался Люди закончили Богословские институты У них на стенах Висели эти Я приходил Когда знаю Там эти Свидетельства Они магистры Богословия Но они потом Когда человек Которого они веровали Как в ангелопозии Упал Они потом Соблазнились Ожесточились И ничто им не помолило Ни образования Богословские Ни их заслуги Ни их регалии Ни их там Что? А кем Они там Магистры наук Были Богословских Ничего не спасло Ничего не удержало Там очень много людей Еще пошли В какие-то другие Христианские церкви Просто Ну а церкви Ничего не осталось Все изменилось Все в чем я мог бы Находить опору Никого не осталось В ком бы я хотел Искать опору Моего пастыря Которого Я уверовал Я не могу Пойти к нему Потому что Он падший человек Он во грехе Остался И к сожалению Так и остается Я не могу Пойти к нему Посоветовать Я не могу Если бы Я имел Опору в людях Я бы сегодня Не мог Не служить Ничего Я бы не был Сегодня Вообще Верующим Я давным-давно Понялся Самое главное Самое первейшее Что нужно Принять Человеку Пришедшему Богу Это Строй Отношения С Иисусом Христом Как говорит Апостол Павел Чтобы познать Его И силу Воскресения Его И в части Страдая Страдания Смерть Апостол Павел Он говорит Кто Павел Кто Аполос Кто Кифа Это всего Служителя Через который Что вы уверовали Потому что Он заметил Что люди Начали себя Делить Кто-то Больше Доверял Аполос И говорил Я Аполос Я Кифа Да Он говорит Начали Срежение Спор По принадлежности К авторитетам Человеческим К христианским Авторитетам И апостол Павел Говорит Что это Плохое Это опасное Положение Он говорит Вы неправильно Воспринимаете Это всего Сосуды Это всего Служителя Которых Бог использовал Вы не видите Бога Потому что За всем этим Стоит Бог И если Мы Принимаем Благодарь Или слушение Какого-либо Человека От Господа То мы Должны Искать Не лица Просто человека А это Должны искать Лица От Господа У меня Урок Бог преподает Вы знаете Что Бог Верующим Вот детям Божьим Которые идут С ним по жизни Он преподает Уроки Да И знаешь Сердце свое Мы читаем Что как Отец Учил сына Своего Так учит Тебя Господь Бог твой Вот точно так же Учит И Бог Преподает Уроки У меня В жизни Был Такой Урок Серьезный Когда Мне было Очень-очень-очень Плохо Крайне-крайне Плохо И я Кинулся Искать Людей Которых Еще на тот Момент Были Еще нормально Было Еще Авторитеты Были Епископ Один Второй Третий Пастыря Там Имел Я Возможность И Шил Я одного В доме Потом Шил Другого В доме Шил Третий Я Приезжал К ним Я пытался Что Пообщаться Пытался Помощь Получить И были В моменты Когда Бог Оказывал Помощь Это Господа И снимет Проказ Вот Я Хотел У меня В голове Было Это Проще Наша Языческая Плоская Природа Всегда Хочет Видимый Такой Артефакт Ощупываемый Видимый Который Будет Посредником Между Нами И между Невидимым Богом И Вот Я Мне Плохо И Так Плохо Что Я Думаю Сколько Я Еще В Таком Состоянии Протяну Не Знаю Ну так На краю Жизни Смерти Вот Все Время Так Устал Что Уже Жить Не Хочу Уже Терпеть Не Могу Спать Не Могу Есть Не Могу Ничему Не Рад Очень Очень Плохо Месяцами Около Девяти Месяцев Я Вообще Не Знаю Как Я Вытерпел Все Это Я Спал Там Не Знаю Почти Не Мог Спать Это Ужасное Состояние А Сегодня Не Помогает И Слышу В один Момент Был Пришел Когда Господь Говорит Я Слышу Бог Когда Вы Очень Упорно Ищете Все Таки Господа Я Понимал Что Где-то Я делал Ошибку Я Кидываюсь Прочим Прошел Помолизами Прочим Это Нормально До Определенного Момента Когда Бог Видит Что Я Уже Начал Аполосов Вошел В среду Когда Больше Я Ищу Человека Чем Бога Больше Я Хочу Чтобы Человек Как Представитель Бога Взял От Бога И Нет Ну Проще Человеком Договориться Понравится Проще Человеку Ну Так Кажется Подкупить Можно Покивать Головой Улыбаться И Человек И Он Тебя Молится Проще Искать Это Плотская Наша Изыческая Она Всегда Хочет Вот Такого Какого-то Человека Попа Римский Чтобы Он Был Наместником Бога На земле Потому Что С Попой Проще Его Можно Увидеть Как-то Добиться На площадь А Бог Не Видим Где Он Что Людям Трудно Это Представить И Я Попал В эту Золюшку Я Сын Ничего Не Помогает Я Уже Кого Только Не Был Я Знал Всех Таких Пророки Я ездил И Все Нигде Ничего И Я Понимаю Где Там Бог Понимаете Бог И Сыскаем И Все Равно И Я Чувствую Я Не То Делаю Я Вот Не То Делаю И Господь Говорит В этот Момент Где Ты Пришел Когда Бог Ко Мне Говорит Сын Мой Это Лично Я Слышу Голос Господь Сын Мой Ты Ищешь Людей А Ты Должен Искать Меня Ищи Меня И Я Найду Человека Через Которого Если Надо Я Найду Через Кого Помощь То Бог Увидел Что Моя Внутреннее Упование И Вот Человек Он Должен Бог Увидел Что Неправильно И Он Поправил Это Был Жесткий Урок Очень Жесткий Урок Но Если Его Не Усвоят То Будешь Бегать За Людьми До Конца Жизни В конце Концов Будешь Стучать В дверь Но Люди Не Могут Открыть В дверь В которую Многие Придут И будут Стучать В нее Господи Впусти Нас Люди Не Могут Ее Открывает Сын Божий Он Есть Дверь Он Говорит Я Есть Дверь Овцем Правильно Ее Люди Не Могут Открывать Лисос Открывает Значит Нужно Знать Его Чтобы Дверь Открылась Нужно Знать Не Людей Которые Тоже Туда Идут А Того Кто Есть Владелец Этой Двери Тогда Я Стал Искать Господа Мне Было Очень Страшно Знать Как Б Привык Что Есть Кому Помочь Тебе Молиться За Тебя Привык И Страшно Оторваться От этого Страшно Думать Что Довериться Вот так Я И стал искать Лица Божия Просто Я Принял Это Господь Поможешь Мне Ты Я Принимаю Это Было Трудно Потому Что Все Время Цеплялся За Привычный Еще Кого-то Найти Еще Куда-то Поехать Кто-то Меня Исцелит Кто-то Но Господь Мне уже Сказал Я Понимаю Что Люди Мне Не Помогут Если Бог Не Да Почему Может Тебе Человек Божий Помочь Потому Что Бог Ему Дает Если Бог Не Даст Пророку Пророчество Он Разведет Руками Есть Конечно Пророки Которые Пророчествуют Когда Бог Им Не Дает Но Извините Такое Не Помогает Пророчество Пророчество За которым Не стоит Бог Что Не Веслечит Тебя Не Даст Никакой Помощи Оно Бесполезно Для Тебя Потому Если Пророк Бог Не Даст Пророчество Пророк Ничего Он Не Генерирует Пророчество Он Не Генератор Пророчеств Он Проводник Но Не Генератор И Также Сила Если Бог Не Даст Человеку Силу Чудотворцу Он Не Генератор Силы Он Проводник Силы Он Сосуд Для Силы Но Хозяину Силы Божьей Кто Бог Хозяину Силы Бог Хозяину Пророчеств Услов Бог Бог хозяин всего этого. И потому Он Господин. И я понял, Бог мне показался. В определенном моменте пришла пора взросления. Пока ты младенец, пока ты во Христе только начал. Да, Бог использует людей, это нужно. Нужно кто-то говорить, кто-то молится, кто-то там определенный. Но приходит момент, придет, когда Бог начинает отрывать тебя от этого. И это по-разному происходит. Процесс, может, болезненный, но необходимый. Чем раньше человек поймет, что Бог делает, тем проще это произойдет. Если я не понимаю, что Бог делает в моей жизни, я могу противиться этому. Игнорировать. И чем дольше я противлюсь, игнорирую, тем что мне будет, тем мне будет больнее. Тем дольше я буду страдать. Потому что я буду пытаться, чтобы меня из соски кормили, когда уже надо ложкой вилкой есть. Уже биштекс тебе нужен. А я хочу еще что? Бутылочку с кашей. И чем дольше я буду пытаться вернуться туда, где проще, где это, тем хуже для меня. Я понял, что отношения с Богом. И вот через отношения с Богом, когда я узнал, узнал голос Божий в себе. А вот узнал, что Бог говорит ко мне. И я стал усиленно искать Господа. Я перестал уже людям пытаться объяснить, что со мной. Я пытался людям что-то, ну как, получить помощь. Я перестал. Я пытался. Я вижу, что люди, люди не отказывают. Ну, помолиться, пожалуйста. Я благодарен за эти все молитвы. Я верил, что все имеет смысл. Все было имело. Я благодарен за всех людей, которые молились за меня в этом смысле. Хоть и не понимали там до конца, что со мной. Я не мог до конца объяснить. Но я знал, что кто до конца понимает меня. До конца меня может понимать, кто не человек. Никогда человек до конца меня не может понимать. И вас до конца полностью понимает только один. Это который Иисус. Он до конца понимает. Вы знаете, вот встречалось с вами, когда вам плохо, и вдруг вы кому-то говорите, вам легче. Почему? Человек вас, ну, понимает. В нем сочувствие. А когда мы знаем, что человек понимает? Когда откликается, да? Он может что-то подобное пережил. И вы видите, у вас резонанс, да? Вы чувствуете, что он сочувствует. Вот это. И вам становится что? Просто легче даже от того, что кто-то может просто понять, что с вами, как вам плохо. Или что вам нужно. И уже легче. Уже даже от этого. Просто выхворился легче. Кто-то слушал, кто-то с сочувствием. Потому что бывает человек слушает, но когда он тебя не воспринимает, или это, оно не поможет. Ты чувствуешь, что человек просто, ну, кивает головой, ну, ему скучно, неинтересно, плевать на тебя. Такой исповедь не поможет. Но когда ты чувствуешь, что человек тебе что? Сочувствует, а сочувствует, потому что что он понимает. Так это чуть-чуть. Это человек. Он только может, может человек, но какую-то часть. Но полностью знать и понимать меня может только один. Только один может полностью. Понимать меня. И знать. Причем человек есть, и то он есть, то его нет человека. В одно время он может меня понимать, в другое нет. В одной момент я получаю какое-то дело, в другой момент хочу, а нет, человек в чем-то своем, и я не могу ничего. И я понимаю, что самое важное для меня в моей жизни христианское, это врести отношения с тем, кто меня понимает. Это значит, построить эти отношения. Они не возникают вот так в один момент. Отношения никогда не возникают. Вот так раз и наступили отношения. Их строят. Отношения возникают из того, и я понимаю, как, как, когда я стал думать, как, как мне прийти. Я очень хочу отношений с Богом. Иначе я не выживу в этом мире. Я видел много людей, приходящих к Богу. И почти столько же уходящих. Мировой процент евангелизма очень печален. Три процента. То есть людей, которые через лет десять после, ну, это, то есть из ста человек, пришедших к Богу, через десять лет, приблизительно трое остаются служащих к Богу. Во времена Христа разве так какие толпы? Пять тысяч насытил, потом семь тысяч, да? Потом насытил, сколько ходило, сколько исцелило. Сколько людей? Тысячи. Но их не было. Все они не были и близко. А когда Христа повели на крест и все, то разбежались наши ближайшие ученики. И после не было. Даже были массовые вроде это, а потом отходили люди. Это всегда было. Десять процентов это испокаявшиеся, которые потом принимают вводное крещение. А три процента, ну, это, конечно, очень условные цифры. В разных странах, при разных условиях, они очень сильно меняются. Но в среднем приблизительно показатель такой. Ибо Иисус сам сказал много тех, что ибо люди больше возлюбили тьму, нежели свет. Свет пришел в мир, но люди возлюбили тьму. То есть сделали свое. Я понимаю, думаю, как мне строить отношения с Богом? Я понимаю, что строится отношение с Богом из общения, прежде всего, из общения. Знаете, человек пишет, да, письмо другому человеку. Ну, и он пытается выразить свое отношение. Он пишет там это все. И всегда, вот, всегда почти в письмах, вот, почитать. У меня где-то оставались, я не помню, может, есть фронтовые письма моего деда, моей бабушки. Ну, такие треугольнички. С печати там, ну, цензура. Ну, они проверялись там органами. Ну, с фронта нельзя было писать, что хочешь. Ну, и я читаю некоторые идеи, другие источники. И так всегда такие мысли. Думай о тебе. Мыслями я с тобой. Вот, вот, заметьте, всегда почти... Вот, самое высшее, что человек может выразить на расстоянии, не в плацком, как дакте, он говорит, думаю о тебе. И в мыслях я с тобой. Ты, в сердце моем, всегда думаю о тебе. Понимаете? Это является высшим проявлением чего? Личного отношения. Что я хочу быть с тобой, что ты мне дорог. Это вот свыше. Вот сколько я заметил, вот всегда вот где-то много рассказывается, говорится там, а потом человек... Вот, не нашли люди ничего больше. Я понимаю, что если я хочу отношения с Богом иметь, я должен что-то выразить. Значит, я думать должен и мыслями быть с Богом. Значит, мыслями. Дорогие друзья, помните, часто так встречается, что говорит человек, что какая-то мысль, говорит, и мысль какая-то, он застрял в человеке. О чем эта мысль? Человек думал о проблеме. А потом какая-то мысль, он ее отогнал, потом она вернулась. А потом он смотрит, а эта мысль есть решение. И он сказал, и они размышляют, думают. Вот все, в чем мы размышляем, оно становится реальностью, оно начинает двигаться. Есть мысли, которые созидают, есть мысли, разрушают. Есть лукавые подозрения. Заподозрил муж, жену в чем-то. Виновна или нет, неважно, он ее заподозрил. Дух ревнования, Писание говорит, нашел. Дух ревнования. И все, и он будет видеть измену во всем. Во всем будет видеть измену. И в конце концов, к чему обычно проводят такие состояния? Это патологические состояния. К тому, что что? Что отношения разрушаются. Да, есть реальные случаи, когда есть измена. Бывают измены, нет. Но человек, если ее видит, то что? Результат такой, как будто она есть. Семья что делает? Разрушает. Никто не может жить под таким состоянием. Никто. Мысли. Вот просто мысли. Мы знаем, откуда приходят мысли. Когда-то апостол Петр человеку сказал в его ошибке. Для чего ты допустил дьяволу вложить мысль в сердце свое? То есть дьявол вкладывает мысли. Он запрасывает что-то. Лукавые подозрения. Ревнование. Зависть. И человек, когда начинает, как семя, жить, человек думает об этом, постоянно мыслями возвращается, крутится, и оно начинает расти, и что происходит? И происходит действие. Человек начинает поступать, начинает действовать, и это разрушает жизнь. Есть мысли, которые приходят, которые спасительные. Бывает человек, думает о какой-то проблеме, и вдруг приходит мысль, и она спасительная. Человек понимает, что тут решение. Он начинает думать, развивать ее. И видишь, что из этого, многие бизнесы начались, когда человеку просто какая-то идея пришла. Да, он что-то увидел. И сначала, он даже, потом он снова о ней подумал. Потом увидел снова. И увидел что? Нишу увидел. Что здесь можно что? Заработать. Еще никто не забил здесь. Здесь еще свободно, более, легче. И человек начал возвращаться. А для него тема новая. Но он стал думать, стал искать информацию. Да, начались действия мысли. Потом что? Человек начинает этим жить. Он начинает искать информацию. Потом пытаться делать. Потом приобретать опыт, навык. И человек и бизнес. И он зарабатывает этим. Потому что пришла идея, пришла мысль. И он обратил на нее внимание. И потому, дорогие друзья, я понял, что отношение строится с Богом. Очень важная часть 1 Псалом Давида. Да? В законе Бога. Воля его. И что дальше? Следующая фраза. Раз мы... То есть, я не буду размышлять, о том, что для меня не важно. На самом деле, наш мыслительный процесс показывает, что важно для меня. И если... Если Бог для меня важен, если я хочу, чтобы Он был в моей жизни, чтобы быть близко к Нему, я должен свой мыслительный процесс посвятить. Богу. Размышляю. То есть, для меня очень важно. И я даже размышляю. Я беседую с Богом внутри. Я беседую с Богом внутри. Вы знаете, люди бывают, когда человек потерял кого-то близкого, он с ним бывает, разговаривает внутри себя так, люди, да, пытаются говорить. Рассказывают ему, как прошел день. Рассказывают ему то, что видят. Но это бесполезно. Человека нет. Он не ответит. Если так продолжать, то он начнет это кто-то другой отмечать, который кот человека косит. Потому что умершие не приходят. Приходят под видом умерших, бесы приходят. И потому нельзя обещаться с умершими людьми и разговаривать с ними. Это опасно. Это очень-очень опасно. Но Бог живой. Он воскрес. Он умер, но он воскрес. И мы можем говорить с Богом. Мы можем быть с Богом востоянном. Понимаете, когда очень много уделяешь время кому-то, этот человек всегда тебе будет близок и дом. Даже неволя бывает. С человеком просто проводишь много времени. В какой-то мере он тебе имеет значение больше, чем просто какой-то человек. Будет даже как бы он ни был. Но это большое очень. Время. Ты проводишь время, общаешься и все. И я понял, что если я хочу иметь отношение с Богом, я должен посвящать время, уделять время, я должен общаться, я должен думать с ним, я должен ходить и говорить с Богом внутри себя. Все, что я делаю, я должен обсуждать с Богом. Я говорю, Господь, я хочу так поступить, но правильно ли это? В законе Бога воля его. И для меня очень важно, чтобы то, что я говорю или делаю, было что? Угодно. Я говорю, потом я молюсь, я что-то делаю. Поймаете? То есть я постоянно начинаю ориентироваться на Христа. И как, первоначально, как я могу узнать? Писание говорит, смотрите, Давид вот выражает вот это состояние. Он говорит, дивно для меня ведение твое. Высоко. Не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа твоего? И от лица твоего куда убегу? Зайду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и улечу, и там ты найдешь меня. И там ты поведешь меня, и так далее. То есть для многих людей Бога и так нет. Для них нет проблемы. Бога нет и что? Они спокойны. Но Давид, я понимаю, его отношения с Богом настолько выросли, что он ощущал присутствие Бога постоянно. Он говорит, слушай, Господь, ты в меня всегда видишь. Вы понимаете, он реально знал и ощущал, и переживал в своей жизни, что Бог всегда с ним. Что Бог всегда знает, что спит или встает он, что он делает, Бог знает. Откуда выросло это знание? Откуда выросло такое внутреннее убеждение, такое переживание от отношений с Богом? Почитайте эти псалмы Давида. Я думаю, те, которые записаны, далеко не все, что Давид выражал. Далеко не все. На самом деле, в жизни Давида намного больше было. Это то, что записано, то, что осталось. Но Давид ходил с Богом. Ходил с Богом. Потому что постоянно, он каждый день Бога принимал в своих мыслях, в своей жизни. Всегда Бог был его сопутствующим товарищем и другом везде. Вообще, вхожу ли, выхожу ли, он всегда обращался к Богу. И когда так делаешь, ты вдруг начинаешь переживать навстречу. Сделаешь Богу шаг, и Он сделает еще большее подношение к нам. Мы начинаем переживать влияние Бога на свою жизнь. Если мы начинаем доверять Ему. Дорогие друзья, откуда мы знаем, что Бог все знает и видит? Из Писания. Первоначально все сведения мы берем от Божьего Слова. Бог открывает о себе. Всегда и везде. И даже интересно, вот это в Моисей. Была ситуация, пришли люди к Моисею. Но ситуация возникла из чего? Что Бог при всем народе говорил с Моисеем из пламени наверху горы, и голос его гремел? Ну, нам трудно представить, наверное, но, наверное, атмосфера настолько меняется, и человек начинает чувствовать ужас. Простой человек, который ужас начинает переживать, потому что когда Бог... Одно дело там, это спецэффекты. Я думаю, что передать нельзя. Когда Бог говорит, и люди начинают ощущать присутствие святого Бога, грешные люди, с ними становится очень плохо. Им становится страшно. Они говорят, помните, горы, подите нас и сокройте нас от лица, сидящего на престоле. То есть люди не могут выдержать явление Бога. Они не могут выдержать присутствие. Если ты не посвящен, не священ, не принят, ты еще не можешь этого выдержать. И вот они пережили, потом приходят к Моисею. Потом говорят, слушай, давай больше так не будем. Слушай, давай сделаем так. Скажи Богу, чтобы пусть Он с тобой говорит, иди к Нему на гору, сам туда поднимись, поговори с Ним, возьми, мы все заповеди будем, все. Принесешь нам законы, заповеди, все, что Бог повелит через тебя, мы будем делать. Но мы не можем выдержать, мы умрем. То есть люди говорят, реально, то есть они переживали что-то близкое к смерти. Когда Бог являл себя, вот эту славу Божию, плоть начинала, что умирает. Они падали там, и им было очень-очень плохо. Потому что всякий человек что? Он лжив, и он лишен славы Божией. Вот эта лишенная слава Божия, значит, когда Божья слава является, тебе становится очень-очень плохо. И они говорят, и вы знаете, что интересно? Интересно, когда потом Бог встретился с Моисеем, и еще Моисей ни о чем не говорил, а Господь говорит. И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мной. И сказал мне Господь, слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе. То есть люди между собой говорили, а Бог говорит, я услышал. Понимаете? То есть мы говорим что-то, а Бог услышит. Мы что-то делаем, а Бог услышит. И это меняется. И в данном случае Бог говорил, все, что они тебе говорили, это хорошо. То есть Бог одобрил. Бог одобрил, что давай, да, чтобы им не умереть, лучше ты приходи, и буду через тебя передавать. То Бог отреагировал. Бог реагирует на все, что происходит. Мы говорим друг с другом, Бог реагирует. Бог видит движение мыслей. Какая мысль вложена? От дьявола мысли. Она устала, будут уста. Что-то совершаем по отношению к человеку. Мы, может, и не думаем, что это зло. Но если это зло, Бог будет реагировать на зло. Если это неправильно, Бог будет реагировать. Надо знать Бога. И очень опасно так жить. Надо знать Бога, чтобы не было таких вещей. Надо знать Его. Писание говорит, дает великое такое обетование. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего? По воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чтобы мы не просили, знаем, что и получаем, просим от Него. Великое обетование. По воле Его. Дорогие друзья, Писание ограничивает по воле Его. То есть не все, что нам в голову взбредет, но это Богу угодно. И Он не будет слушать или принимать к исполнению, чтобы помочь во всем, что мы хотим. Значит, нужно знать волю Его. И я понимаю, что чтобы иметь взаимоотношение с Богом, мне очень важно знать Его волю. Мне очень важно, чтобы мой разум был обновлен Словом Божьим. Потому что понятие, каким живут люди, оно очень далекое от того, что является для Бога истиной. А очень далекое. Разногласия между Богом и человеческим сообществом колоссальные, невероятные. Что для Бога одно, то для людей может быть глупость, мерзость и так далее. И что высоко у людей написано, да? Что у людей высоко как написано? То мерзость перед Господом. Что у людей хорошо, классно, круто, у людей у Бога это мерзость. И вот представляете, как? Человек с крутым приходит, а Бог говорит, нет, Бог не будет иметь отношения с мерзостью. Он не будет часто. Не принимать, не слушать, не реагировать не будет на это. Как же мне быть? Как иметь отношения? Привести свое мышление в соответствии с Божьими представлениями. Это значит наплевать на все, что там люди думают. На все, как у всех принято. Потому что сейчас блуд, это нормально. Нормально в жизни, это естественная потребность. Люди вступают в отношения как угодно, потому что у них потребность. И так дьявол их научил. Это настолько, что сейчас даже смешно кому-то сказать, что это неправильно. Что люди женятся уже после многих лет с отношениями. Это не свадьба. Она не имеет никакого значения. Потому что что такое в Божьем понятии брак? Это люди дают обязательства. Сначала заключает союз обязательств. Подписывают обязательства. И дают обещания при свидетелях. Да, как мы знаем. А потом вступают в телесные отношения. Но у людей нет. Телесные отношения давно присутствуют. А потом люди дают обещания. А это уже никакой не имеет никакой реальной силы. Вообще. Порядок нарушен. Дьявол всегда меняет порядок. Дьявол всегда меняет все местами. Это его природа. Все переносит с ног на голову. Все. А у людей настолько это стало нормой, что это вообще чуть ли не... Даже не подлежит сомнению, что это нормально. Это так, как еда или как вода. Выпить воды, как дышать воздухом. Это естественные потребности. Вы можете их удовлетворять, как вам нравится. Если с таким отношением прийти к Богу, с таким пониманием, мы не войдем вообще в его присутствие. Потому что для Бога это что? Мерзость. Потому что Бог изначально задумал и установил по-другому. Если мы не примем Божие и не сменим свое отношение к этим вещам, не получится у нас никаких отношений. Общение не получится у нас с Богом общение. Никак. Все. На этом все закончится. И таких вещей очень много. Есть очень много, чему люди выработали отношения в этом мире. И оно же постоянно меняется. Еще у нас же есть вещи, которые наши деды, братцы считали мерзостью. Но сейчас это что? Да ладно, да ладно, ребята, нормально, да? Потому что раньше было стыдно. Сейчас это на показ и свободно, и как угодно, в любой форме. Потому что раньше прятались люди по углам, в темноте завершали. Сейчас это уже нормально. Сейчас это делается предметом всеобщего достояния, доступности и всего. Это все меняется в угоду человека. Я хочу иметь отношения с Богом. Если я хочу жить, мне нужны отношения с Богом. Если я хочу спастись, мне нужны отношения с Богом. Я должен чувствовать, как Бог относится. Я должен понимать, что Бог принимает, что нет. И когда отношения развиты, ты молишься и ты чувствуешь, Бог принимает или нет. А ведь это очень важно. Бывает, ты молишься о чем-то, но чувствуешь, что не принимает Господь. Я понимаю, что это неправильно в моем отношении к предмету молитвы. Неправильно в моем представлении. Я не по воле. То есть против. Не по воле это как? Против воли. То есть у Бога другое представление. У Бога другое понимание об этом. Но я хочу молитвой как-то рано пробить небеса и заставить Бога верою и сделать то, что я хочу. Но это глупость. Вера Божия, она не действует никогда вопреки воле Божией. Она действует по воле Божией. Почему Писание говорит, что с дерзновением имеем к Нему? Потому что просим по Его воле. Но когда я знаю, что мое желание согласуется с Божьим желанием, я чувствую это. Если у меня есть отношения развитые, я сразу чувствую. Вот даже с человеком мы ему что-то говорим, и мы вдруг в какой-то момент чувствуем, что человек не воспринимает против. Даже он ничего не говорит, но мы как-то чувствуем это. Даже на таком. Он еще нам не высказал ничего, но мы уже чувствуем, что между нами уже не согласен. Или наоборот. Я что-то говорю, и я чувствую резонанс. Я вижу, что человек воспринимает. Хотя он еще, да, не сказал. Так человек, это плоть, там всего лишь чуть-чуть духа этого. Но Бог есть кто? Дух. Если у тебя отношения с Богом, ты будешь чувствовать. Ты будешь чувствовать, что ты бьешь каменную стену. Значит, ты должен поменять что-то в своем отношении к предмету молитвы. Значит, ты не так или не о том просишь. Иногда просто молитва на языках помогает. Иногда разум не может помочь, начинаешь просто что? Молишься на языках. И через время приходит понимание и разумение. И ответ приходит. Дорогие друзья, самое важное отношение с Богом. Я хочу твердо всегда переживать Господа в своей жизни. На этом все стоит. Я не устаю, если я буду искать, чтобы люди меня поддерживали в вере. Пока я младенец духовный, да, люди меня поддерживают. И это Бог установил. Нужны, да? Пока, до времени. Но приходит момент, когда это уже не будет помогать мне. Со временем все меняется. И мне уже нужны личные отношения с Богом. Я прихожу уже, когда Христос поддерживает меня. Независимо там люди. Все равно Бог через людей очень много будет отвечать. И часть вещей, которые мне нужны в жизни, Бог ответит мне через людей. Это точно. Часть вещей Бог ответит мне лично. Ну, только лично. Не будет говорить. Я, может, хочу, но Бог говорит. Нет, я тебе лично буду говорить. Был один, помню случай, я пришел тоже к пророку помолиться о нужде. И молюсь. И привык же, что всегда, ну, что-то ответ приходит. К сосуду Божьему. А он всегда говорит, сын мой, пришло время, когда я уже хочу, чтобы ты услышал сам ответ. Я говорю, ну, мне не очень это понравилось. Потому что я хотел, чтобы было как? Проще, да? Как говоришь, поварился, пророк тебе выдал. Но так как пророк был человек Божий, а не придумывал, он передал то, что Бог хотел. То, что не то, что пророку выгодно было, а то, что Бог хотел. И Бог мне сказал, что есть вещи в моей жизни. И чем дальше я буду, тем больше я буду получать ответ не через пророков. А как буду получать ответ? Сам. Ну, есть. Всегда будут моменты, когда нужны будут люди, и Бог будет отвечать. Есть. Есть вещи, которые я получаю через Писание. Когда я читаю Слово Божие, и какие-то вещи вдруг из Писания. И Бог только так ответит. На некоторые вещи только Писание. Недавно, как-то вот, ну, несколько месяцев назад, была в Красноперекопске конференция. И там приезжали из объединения российского, гробовенковского, из его церкви. Ну, там, ближайшие его соратники. Ну, и у них церковь, она такая служащая, там, в дарах очень у них такие вот. И интересно, там один из проповедующих, из таких людей, он говорит, что у нас есть, мы молимся за людей, и Бог иногда дает ответов. Ну, говорит, я знал, Илью, говорит, ситуацию, где, вот, пасырь в одной церкви, где тоже так служили, говорит, там, прежде чем молиться, он посылал, просто, говорит, побеседовать. И, говорит, я вам скажу, что 90% вопросов решаются по Писанию. Можно определить волю Божию по Писанию. Не нужны специальные откровения, говорит, большинство. И, говорит, часто не надо бы доложать даже пророчества, человек должен сам увидеть в Слове Божьем ответы. Есть уже ответы, уже воля Божия выражена, ты можешь ее... Это просто, когда человек хочет еще чего-то получить, но это уже неправильно. Никогда пророк, истинное Божие пророчество, вопреки Писанию, никогда не говорят. Писание говорит так, если они не говорят, как это слово, отвергни их, пророки. То есть пророчество всегда строго в рамках Писания. Строго. Потому, дорогие друзья, дорогие друзья, разросление духовное в вере, это когда Бог переводит нас в более и более личное отношение с собой. Чтобы мы лично могли воспринимать от Бога вещи в своей жизни. Чтобы мы могли получать от Бога больше и больше. Чувствовать и переживать Бога больше и больше. А это дает соответствие, у нас растет вера. И нам проще, проще, проще. Вот с это написано, с дерзновением молимся. У нас дерзновение растет. Если я знаю Бога больше, у меня растет дерзновение в вере больше. Чем я больше знаю Бога, тем больше дерзновение в вере. Я могу получать намного больше. И решать намного более серьезные вещи в жизни. Потому, что растет вера Божия в моем сердце. Дорогие друзья, и потому для нас очень важно понимать, что воля Божия, чтобы отношения с Богом росли наши. Бывает, человек в служении пытается. Если служение растет, а отношения с Богом не растут, служение упадет. Это есть такое. Отношения с Богом не растут, а человек берет больше на служение, он активный, он везде бегает, но он не выдержит. Он сгорит, он упадет, и он будет разобраться. Я видел людей, которые очень сильно вылезают. Носок на них висело много, но потом они выгоревшие, из неверки и циничные даже в мир уходят. И даже опять в грех опускаются. Потому, что только личные отношения с Богом. Потому, что Бог святой, если имею с Ним отношение, Он освящает меня. Освящает меня Господь. Освящает меня. Обрезывает меня Господь. Обличает меня Господь. Останавливает, если надо. Только если я этого хочу. Я хочу таких отношений, чтобы Бог меня остановил. Потому, что много есть вещей в моей жизни. Я был бы рад, чтобы меня кто-то остановил. Много решений неправильных или слов сказанных, которые лучше бы я не сказал. Я бы хотел, чтобы кто-то меня остановил. И вот этот кто-то, этот Иисус Христос, который всегда с тобой, всегда не покину тебя, говорит, не оставлю тебя, я всегда с тобою, я всегда могу остановить тебя, я всегда могу помочь, я подсказать могу, мысль спасительную послать. Нет, дьявола мысль от Христа, если я имею отношение с Богом, Богу легко послать мне эту мысль. Я помню маленький мальчик, в заключение скажу, маленький мальчик, Валера, и он так у него был, он видел открытыми лозами духовный мир, очень много. И разговаривает отец с матерью о какой-то проблеме, ну, думает, как ее решить, а он рядом идет с ними, некоторое время молчит, они между собой. А отец-служитель, мама тоже в Господе, она сосуд Божий, но они просто беседуют, они никак не могут, они, ну, как в обычном разговоре, может так, может так поступить, может так. Что-то пытаются решить, а потом дергает, это реально слышно, он дергает за рукав, я знаю лично этих людей, дергает за рукав, говорит, мама, ты что не слышишь? Она говорит, а что? Так Бог вам уже давно говорил с ним, я слышу его голос как гром, он уже давно-давно вам ответил, дал ответ на вашу, что вам делать надо. Но он слышит, они что? Дети бывают очень открытые, очень-очень сильно открытые, вот тут Боги, очень сильно. Дорогие друзья, бывает, Бог уже нам отвечает, беда нас, мы не слышим, наше ухо не способное. И потому, чтобы нам слышать, и нам понимать, и принимать, нам нужны близкие отношения с Богом. Давайте встанем на наши ноты. Отец Небесный, Господь, самое ценное приобретение, кровь Иисуса Христа, Сына Твоего, открыла нам доступ. Но если мы не воспользуемся этим доступом, все будет напрасно. Ты открыл доступ, чтобы мы могли прийти и быть с Тобою, пойти в Твою обитель, жить почти, не выходить с ней. Быть Твоими друзьями. И Ты наш друг, Господь. Ты наш Господь, наш пастырь, наш друг, наш учитель. Всегда. Люди не всегда могут быть с нами, понимать нас или помогать. Но Ты, Господь, Тот, Кто силен, и Тот, Кто способен, и Тот, Кто может помогать, избавлять, исцелять, отвечать. Потому что, Господь, открыть доступ к крови Иисуса Христа, к престолу благодати, там, где мы должны поселиться, сделать наши кущи, должны там, там поставить кущи, там жить. Нашим сердцем и нашими мыслями всегда быть с Тобой. Всегда искать возможность поговорить, найти время, обратить внимание, поговорить с Тобой на каждый день. На каждый день, чтобы это стало потребностью, привычкой, нескладимой, нестрепимой. Ты нужен мне, Господь, не только раз в год, когда припечет и когда очень плохо, а Ты нужен мне каждый день, потому что мир лежит во зле. И чтобы мне остаться Божьим человеком и верующим среди этого мира, я должен ходить со Христом, я должен говорить с Ним постоянно, каждый день мыслями быть с Богом, искать воли Божией, искать Бога. Ищите Господа всегда, как написано, всегда, всегда и навсегда, каждый день. Каждый день, это день, чтобы искать Господа, чтобы отношения строить, чтобы они возросли, чтобы я начинал чувствовать больше и больше, чтобы Ты, Господь, влиял на меня больше. Ты влиял, не люди, не этот мир, Бог больше и больше влиял. Это самое лучшее, что может произойти, это самое великое и самое счастливое, что может произойти с человеком на земле, быть под влиянием Божьим. Ходил Енох пред Богом и не стало его, потому что Бог принял его. Господь, Господь, мир остался, а Енох ушел и не видел смерти. Господь, я прошу Тебя, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, Ты открыл нам доступ к приобретателю. Но пользуемся ли мы сегодня этим доступом? Кровь Иисуса Христа дала нам право приходить к Богу неповинными, оправданными и быть принятым Христом. Но пользуемся ли мы сегодня? Доступ есть, а кто его использует? Престол открыт, но кто там возле престола живет? Многие ли поселяются в ног Господа? Многие ли поселяются в обители Божьем, в Его покое? Потому, Господь, мы и не имеем часто покоя, и не имеем счастья и радости в жизни, потому что не поселились туда, где открыт нам доступ. Вот беда наша, не обстоятельства, не что-то в этом мире, а самая большая беда, когда есть доступ, но никто их не пользуется. Доступ открыт, доступ есть. Кровь Иисуса открыла нам закрытые двери за занавес. Господь, мы должны поселиться там, для того, чтобы мы поселились там, в Божьем покое, в Божьем присутствии, чтобы Господь был Господом нашим навсегда. В нашей жизни каждый день Господь, каждый день пастырь, каждый день друг, каждый день учитель, каждый день советник, каждый день любящий отец, каждый день брат, каждый день друг, каждый день Христос, каждый день Святой Дух, каждый день, каждый день, вхожу я или выхожу, ложусь я сплю, стою, Господь со мною. Я хочу переживать это в своем сердце, в своей жизни, и додаем мне же дивные дела и дивные вещи. Господь, чтобы это стало доступным, я, Ты нужен мне, без Тебя ничего не будет, ничего не получится, ничего не происходит, без Тебя ничего, Господь, Ты нужен мне, Ты нужен мне, Ты нужен мне, Господь, всегда нужен, каждый день я должен быть мыслями, сердцем с Тобой, и устами, и делами, и пути мои, Господь. Благослови, чтобы мы приобрели, пока есть время, пока открыт доступ, чтобы мы приобрели Господа своим другом, братом, учителем, спасителем, защитником, тогда Ты никогда не одинок, никогда не брошу, никогда не покину, никогда, 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 потому что Он воскрес и живет, и никогда не умрет, и всегда будет с Тобой, всегда обещал. Ты никогда не будешь отчаявшимся и одиноким, потому что Господь будет Твоим Богом всегда, Всегда утешит, отрёт слезу, обнимет, примет, поймёт, посоветует, вступится за тебя, защитит тебя, спасёт тебя и поможет тебе. Он твой Господь, приобретай, приобретай, пока есть доступ приобретать, пока есть доступ. Приходи и приобретай отношения с Богом, общение с Богом, приобретай, приобретай твоим Иисусом. Благодарите, Господи. Аминь.